Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня наш репортаж из садового центра в Порошкино, где скоро начнется сезон. Сезон непременно начнется, несмотря на то, что мы сейчас все находимся, наверное, в затруднительных обстоятельствах. Но жизнь продолжается, мы делали месячный перерыв в нашем вещании. Но поскольку ситуация, к сожалению, пока что нестабильна, не меняется к лучшему, но нам надо продолжать жить, нам надо делать свое дело, делать свою работу. Мы все связаны с садоводством, и мне кажется, что, возможно, это наш способ менять мир к лучшему. И поскольку на дворе весна, то мы скоро все и продолжим это делать. Поэтому сегодня у нас разговор пойдет на планах на будущее. На канале будут изменения, изменения, скорее всего, технического плана. Я не знаю, как долго площадка YouTube продолжит свою работу в России, насколько это будет возможно и законно. Мы, конечно, будем выходить в эфиры до последнего. Но, тем не менее, мы решили, как и многие другие каналы, не класть все яйца в одну корзину. Поэтому мы будем делать запасные аэродромы. У нас будет площадка на Яндекс.Дзене. У нас будет канал в Телеграме. И у нас уже есть замечательная группа ВКонтакте, нашего садового центра, куда мы тоже будем выкладывать наши видеоролики. И на всех этих каналах, помимо основного контента, будет еще какой-то оригинальный, дополнительный. Насколько позволяет это делать формат. Поэтому я вам рекомендую подписаться на все наши эти каналы. Везде будет какая-то интересная информация, возможно, оригинальная, которая и не будет дублироваться. Ну и также, помимо этого, мы потихонечку все наши ролики, которые есть на канале в YouTube, будем клонировать и переносить на все эти три площадки, чтобы вы могли ими воспользоваться, пересмотреть, кому это хочется. И найти нужную полезную информацию. И, конечно, вскоре, в ближайшее время у нас выйдет два ролика. Они уже сейчас в монтаже. Это ролики с Виктором Тропченко и Ладой Кулыгиной, где мы продолжим наши беседы. Они выйдут на канале. Вы сможете их посмотреть. Там мы тоже сделаем небольшие объявления о том, какие у нас будут площадки, чтобы вы могли вовремя присоединиться к нашему общению. И будут, конечно, другие беседы. Я планирую записать ролик с преподавателем ландшафтного дизайна. Мы поговорим про профориентацию по профессиям в ландшафтной среде. Это, думаю, тоже будет интересно интервью. Появятся и новые эксперты, и старые. В общем, планы на будущее у нас большие. Надеюсь, что вскоре и погода нам позволит снимать что-то на натуре. И мы наконец-таки увидим сады, оттаившие, без снега, с цветами, с оживающими растениями. И тоже об этом пообщаемся. И следующие новости касаются тех, кто ждет открытия нашего садового центра в Порошкино. Традиционно мы это делаем всегда в апреле. И в этом году не будет исключения. Мы откроемся в середине апреля. Дату мы уточним чуть позже. На данный момент мы все еще надеемся, что те растения, которые у нас были заказаны с осени и уже нашли отгрузки, смогут преодолеть какие-то таможенные барьеры. Сейчас есть небольшие запреты, проблемы на таможне. Поэтому я не могу дать прогнозы, когда придут растения и придут ли. Но мы все-таки надеемся, что к вашему приходу они придут. Но и параллельно наш офис работает над импортозамещением. Заключают новые контракты с отечественными производителями. Поэтому на площадке мы постараемся сохранить максимально тот ассортимент, который был в прошлом году. Ну и добавить новые интересные растения по возможности. Так что ассортимент будет, все будет. Появится, конечно, и рассада. Рассада огородная. Помимо плодовых деревьев и кустарников появятся, конечно, огурцы, помидоры, перцы, салат. Сейчас наши девушки занимаются над этим ассортиментом. Поэтому все будет тоже не только красивое, но и полезное. Пока что на площадке у нас сейчас лежат сугробы. Мы пытаемся с ними бороться. Но окончательно, я думаю, зимняя деоккупация закончится у нас в апреле. И, собственно, вы сможете приехать и увидеть первые растения, приобрести их. Об этом мы тоже сообщим дополнительно. Да, я думаю, что у многих наших зрителей будет разумный вопрос, что будет с ценами. С ценами, к сожалению, я пока не могу сказать, что будет. Не могу вам обещать, что мы сможем удержать тот уровень цен, который был в прошлом году. Поскольку, как вы видите, все меняется. Но я думаю, что к апрелю, буквально в течение ближайших нескольких недель, мы окончательно сформируем прайс. Он будет вывешен, как всегда, на сайте садового центра Европлант, где будет ассортимент и новые цены. Постараемся сделать их компромиссными и доступными, насколько это возможно. Ну, я хочу всем пожелать удачи, пожелать мира во всем мире, спокойствия. Присоединяйтесь к нашим каналам новым на Яндекс.Дзене, в Телеграме и ВКонтакте. И готовьтесь к открытию сезона и новым роликам. Рад, что могу быть и оставаться с вами. И жду ваших вопросов и ваших рассказов, как вы готовитесь к новому сезону. Давайте продолжим наше общение, поэтому я буду услышать рад от вас и ваши рассказы, как вы в данный момент себя чувствуете и чем хотите поделиться. Всего доброго, с вами был я, Андрей Смирнов и канал Европлант Лайф. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»